Далее мое выступление, и оно касается, во-первых, мультидисциплинарного подхода как основы выбора оптимальной тактики лечения, и, видите, второй фактор – кризотениб-стандарт терапии. Дело в том, что в этом году условно отмечается пять лет, как кризотениб вошел в практику клиницистов, и такая аллегория пришла нам на ум, что попробуйте эти пять лет разделить на пять факторов, которые все будут представлены на ваш суд. И, если позволите, я представлю свое сообщение. Ну, говоря о мультидисциплинарном подходе, надо оценивать не только морфологическую верификацию, но и правильно оценивать распространенность опухолевого процесса, поскольку это действительно реально влияет на выбор лечебной тактики пациентов. И здесь, как вы видите, совершенно специалисты разных специальностей должны участвовать в оценке распространенности опухолевого процесса. Это рентгенологи, это специалисты ультразвуковой томографии, возможно, использование позитронно-эмиссионной томографии и сканирование костейский лето. В общем-то, мультидисциплинарный подход в оценке распространенности не вызывает сомнений. И очевидно, что в сегодняшнее время лечить пациентов без понимания морфологии совершенно недопустимо. Статистика говорит о том, что на сегодняшний день лишь 68% пациентов лечатся по поводу рака лёгкого, имея морфологическую верификацию диагноза. Это говорит о том, что, в общем-то, 30% почти пациентов лечатся только по рентгенологической картине, за которой скрываются совершенно разные патологические процессы, начиная от разных подвидов злокачественных опулей лёгкого до метастазов из других органов, а, возможно, и доброкачественных новообразований. Если на сегодняшний день мы говорим, что индивидуализация лечебной тактики должна быть основана на полноценном морфологическом, молекулярно-генетическом исследовании, то эти 30% совершенно никак не укладываются в современную концепцию диссиминированного немелкоклещенного рака лёгкого. Какие же варианты диагностики мы можем использовать для получения материала? Безусловно, при центральных локализациях опухоли – это бронхоскопия. При периферических изменениях либо поражении медицинальных лимфоузлов надо не забывать о такой очень важной потенциальной возможности к использованию трансбронхиальных, трансэзофагиальных пункций. Очень интересное и, к сожалению, забытое направление – это логическое исследование плеврального эксудата с оценкой количества материала и дальнейшим молекулярно-генетическим тестированием. Вообще-то, следующая часть моей презентации будет посвящена актуальности направления цитологического материала на молекулярно-генетическое тестирование. Мы совершенно забыли, что этот материал может быть достаточен и очень эффективно использован. Вот посмотрите одно из наших исследований, где мы проанализировали 28 пациентов с метастатическим плевритом, был получен материал, его было достаточно, мы этот материал направили на молекулярно-генетическое тестирование. Что выполняется в рутине, материал отправляется. Ну, в лучшем случае, все говорят о том, что, да, это злокачественный выпад, не злокачественный, ну, может быть, рак лёгкого, может быть, мезотелиома. Сегодняшний метод диагностики позволяет уточнить гистотип опухоли, позволяет провести полноценное молекулярно-генетическое тестирование. И в данном случае, посмотрите, из 28 пациентов в трёх случаях были выявлены активирующие мутации, что, как вы понимаете, совершенно чётко предопределило дальнейшую индивидуализацию лечебной тактики у этих больных. Ну, если мы говорим о хирургических методах диагностики, конечно, трансторакальные пункции при периферических опухолях. Но надо сказать, что вообще-то 40% пациентов, не мелкокречным раком лёгкого, они вообще потенциально могут иметь только цитологический материал. И, казалось бы, если мы были ориентированы только на гистотипе, направление материала на молекулярно-генетическое тестирование, четверо больных из шести были бы просто вычеркнуты из этой панели. А как важно проводить адекватное молекулярно-генетическое тестирование, предыдущий оратор нам вполне убедительно доказал. Так вот, трансторакальные пункции. Это достаточно хороший, удобный метод получения диагностического материала в умелых руках, и отказываться от использования этого материала не надо. И ведь в зависимости от локализации очага, его размеров можно предпринимать разные попытки путей навигации для получения опухолевого материала и проведения функционной биопсии. В данном случае, ведь опухоль, как видите, инфильтрирует кастальную плевру, она достаточно больших размеров. В этом случае не надо использовать компьютерную томографию, с которой действительно иногда в доступе бывают проблемы, и получить достаточно хороший материал. Но при вот таких локализациях, это слайды не дублированы, здесь дважды пришлось выполнять трансторакальную пункцию, поскольку первая пункция была неинформативна, а видите, что проходить пришлось через достаточно большой массив лёхоточной паренхимы, что чревато развитием пневмоторакса, гемоторакса. Но, тем не менее, настолько важно, мы считали, верифицировать диагноз, что мы пошли на повторную пункцию, понимая угрозы и риски такой манипуляции. И вот у этой пациентки как раз была выявлена в части GFR мутация, что действительно предопределило дальнейший алгоритм жизни и лечения этой больной. Бывают огромные опухоли с инвазией не только кастальной плевру, но и межмышленных промежутков. Здесь под контролем УЗИ, аппаратной биопсии, множественной можно получить такое количество материалов, которые хватит на все необходимые молекулярные тестирования, при необходимости иммуногисохимические исследования. И, безусловно, останется еще материал для проведения молекулярно-генетического тестирования. Ну, какая же информативность данного метода? Посмотрите, из 73 больных почти в 94% случаев трансторакальной пункции нам удалось точно установить морфологический диагноз. Вообще-то частота верификации диагноза в нашей клинике, я представляю, онкологическое научное центро Блохина, она составляет более 92%. И в данном случае, в половине случаев мы посчитали целесообразным направить опухолевый материал на молекулярно-генетическое тестирование, потому что в других случаях это был либо плоскоклеточный рак, либо это были метастазы в опухоле других локализаций. Тем не менее, 32 пациента были направлены на молекулярно-генетическое тестирование, и, посмотрите, в четырех случаях была выявлена ИДЖФР-мутация, и в одном случае транслокация ИЛК, то есть материал был информативен и достаточен для удовлетворения потребностей клиницитов, которые действительно хотят заняться индивидуализацией лечебной тактики. Но вообще-то не только ИДЖФР, ИЛК является интересом современных клинических исследований, это и мутации РОС-1, и РЭД, БИРАФ, ПИ-3К, мутации МЕД. В общем-то, если каждой из этих мутаций придать определенный цвет, то вот эта однородная масса, которая представлена, допустим, 100 пациентами аденокарцином, вот серого цвета, она, видите, как может рассвечиваться, и каждый из этих пациентов может иметь потенциально свой индивидуальный план лечения. Но что мы имеем в России на сегодняшний день? Фактически три реальных показания для назначения таргетной терапии. Уже давно устоявшийся статус ИДЖФР мутации, все привыкли и активно пользуемся наличием транслокации ИЛК, а с сентября этого года ожидается регистрация показаний для назначения кризотениба при транслокации РОС-1. Ну, вот история разработки регистрации к САЛКОРИ. Здесь, наверное, более наглядно можно будет показать, почему именно пятилетний юбилей в этом году компания Pfizer празднует в отношении использования кризотениба. Обратите внимание, в 2011 году он был зарегистрирован FDA, и вот уже в 2016 году он зарегистрирован FDA в первой линии лечения. И вообще история достаточно интересна, и я обычно называю этот слайд не историей разработки регистрации, а историей успеха таргетной терапии, или, если хотите, кризотениба к САЛКОРИ. Дело в том, что, посмотрите, кризотениб был разработан только в 2005 году, и уже через 6 лет он зарегистрирован FDA. Вообще-то практика недавнего времени показывала, что от создания молекулы до ее внедрения в клиническую практику проходит не менее 15 лет. И это была правда, потому что требовалось огромное количество доказательной базы клинических больших исследований. Но результаты, которые продемонстрированы были в клинических исследованиях с использованием к САЛКОРИ, кризотенибов в частности, они настолько носили убедительный характер, что была проведена процедура ускоренной регистрации. Давайте посмотрим, что же так смогло убедить органы, регистрирующие в этих исследованиях. Для начала остановлюсь на данной диаграмме. Она совершенно не характерна для больных, получающих цитотоксическую терапию. Мы к ней не очень-то привыкли. Мы привыкли к другим кривым. Посмотрите, за ноль взят размер первичной опухоли на начало лечения. Каждый столбик цветной – это пациент, получающий препарат. Столбики, смотрящие вверх – это процентное увеличение опухоли на фоне лечения. Столбики, смотрящие вниз – это процентное уменьшение опухоли на фоне лечения. Ничего подобного ранее мы не наблюдали. Посмотрите, появились полные эффекты. И раньше, когда мы делились информацией, когда на цитотоксической терапии вдруг возникали полные эффекты, это передавалось из уст в уста, и казалось, да, это чудо. Сейчас мы не то чтобы привыкли, мы уже более спокойно к этому относимся. И действительно, посмотрите, 30%, если мы проведем мысль на черту, то все пациенты ниже этой черты – это пациенты с объективным ответом. От таких данных отворачиваться просто было бы преступлением. Ну, разбирая наши ожидания уже сегодняшние, в зависимости от тех исследований, которые были представлены, вы видите сравнение эффективности кризотениба во второй линии со стандартной химиотерапией. И надо отдать должное людям, организующим исследования. Сюда ввели не просто доцитоксел, который тоже является стандартом второй линии, но и наилучший из существующих цитотоксических препаратов для второй линии химиотерапии – пиметриксет. И оказалось, что результаты по медиане выживаемости без прогрессирования во второй линии на кризотенибе достоверно выше и составляют почти 8 месяцев против 4,2 месяцев на пиметриксете и 2,6 месяцев на доцитокселе. Результаты были достоверно лучше. Что же касается общей выживаемости? Если мы вернемся к старым реалиям и возможностям современной цитотоксической терапии, медиана выживаемости колеблется где-то около 12, в лучшем случае 14 месяцев. Посмотрите, медиана выживаемости 20,3 месяца в группе начинающих лечения с кризотениба и 22,8 в группе химиотерапии. Казалось бы, совершенно нелогично, и все, что я рассказывал, совершенно не укладывается в эту концепцию. За исключением одного, пациенты, которые начинали лечение с химиотерапией после прогрессирования, имели право перейти, или возможность перейти на лечение кризотениба в случае прогрессирования. И эти результаты между собой не отличаются, то есть достигается уже, посмотрите, потенциально двухлетняя медиана общей выживаемости для этой сложной группы больных. Что же будет, если мы назначим препарат в первой линии? Ну, и ожидания эти оправдаются, результаты будут лучше. Если помните, медиана, время без прогрессирования во второй линии составила 7,7 месяцев. В данном случае этот показатель вырос практически до 11 месяцев. В то время без прогрессирования, в то время как на цитотоксической терапии это приближается к времени общей выживаемости в этой группе больных. Кстати, действительно, этот показатель 11 месяцев против 7 был достоверно лучше и убедительно обрисовал возможность использования кризотениба в первой линии диссиминированных больных, в других случаях транслокацию АЛК. Что же касается времени общей выживаемости, она еще не достигнута, исследование продолжается, но посмотрите, 35 месяцев, это уже 3 года. То есть медиана общей выживаемости больше 3 лет. Во второй линии мы начинали 2 года практически, в первой линии 3 года, и она не достигнута. Все это не могло не найти отражения в рекомендациях по использованию препарата. И, конечно, поскольку у нас российская аудитория, мы представили рекомендации «Русская» в 2015 году, которые будут пересмотрены в ноябре этого года. Они, на самом деле, во многом перекликаются с рекомендацией НССН 2016 года, 4-й пересмотр. И, посмотрите, есть транслокация АЛК у первичного больного выявлена уже в первой линии. Очень целесообразно рассмотреть возможность назначения кризотениба. В случае, если по каким-то причинам препарат не был назначен пациенту с известным статусом АЛК, ему была назначена цитотоксическая терапия, в любом случае наступит прогрессирование, после которого другой уже опции, на наш взгляд, не существует, как рассмотреть вопрос назначения кризотениба этим пациентам. Ну, что ещё может подтолкнуть к выбору назначить в первой или во второй линии кризотениб больным носителем транслокации АЛК? Вы понимаете, что пациенты, как правило, функционально достаточно серьёзно отягощены, и статус ЭКОК 2-3 является условным противопоказанием для назначения цитотоксической терапии. В данном случае мы можем надеяться на ранние эффекты. Посмотрите, здесь представлен первичный рак лёгкого, метастатически доказанный плеврит, и через 28 дней приёма препарата на месте первичной опухоли определяется фиброзное изменение, плеврит исчез. И надо сказать, что такие результаты не являются редкостью. То есть это, возможно, перевод в более выгодный функциональный статус в кратчайшие сроки. Но здесь хоть речь идёт о мутациях GFR, но пациенты с носительством транслокации АЛК во многом повторяют тот путь, который в своё время прошли по исследованиям пациента несносителей GFR мутации. Так вот, этот многотысячный анализ по мутациям GFR показал, что каждый пятый, то есть 20% пациентов с активирующей мутацией, которые начинали с химиотерапии, так и не получили терапию второй линии. То есть они не перешли на таргетное лечение. То же самое будет, поверьте, и с пациентами с транслокацией АЛК. А когда на весах стоит общая выживаемость в год и более трёх лет, вы понимаете, что для конкретного пациента очень важно. И эти ведь 20% умерли, как показала практика, в первый год после начала лечения. Хотя, если бы мы начинали с таргетной терапии, у них были все шансы пережить трёхлетний срок наблюдения. Ну, что ещё на качество жизни, токсичность. Токсичность, безусловно, очевидно, более низкая токсичность таргетных препаратов, удовлетворительное качество жизни и высокая эффективность, на наш взгляд, при наличии возможности, перевешивает в сторону назначения кризотениба в первой линии при очевидном ответе наличия транслокации АЛК. Хотели бы привести несколько клинических наблюдений наших, которые демонстрировали эффект при назначении кризотениба. В данном случае молодой пациент 32 лет, распространённым раком лёгкого. К нам он попал на третьей линии терапии. Помните, в клиническом исследовании во второй линии ожидаемое время беспрогрессирования составляет 7 месяцев. Вот с такими ожиданиями мы начали лечение. Кстати, от него везде уже отказались. Статус ЭКОК здесь не указан, но у него был ЭКОК-2-3. Никакую цитотоксическую терапию он, собственно, уже не переносил. Это результаты позитронно-эмиссионной томографии с разницей в 2 месяца. Вот подключичные лимфоузлы, которые перестали определяться. Так выглядела первичная опухоль с медицинальными метастазами, которые тоже через 2 месяца перестали определяться. Вот так выглядел метастаз позвонок, который перестал определяться. В общем-то, был достигнут тот самый полный эффект. Посмотрите, вот эти все изменения, они через 2 месяца перестали определяться, но время беспрогрессирования составило ожидаемые 7 месяцев. У нас есть когорты пациентов, у которых не было полного эффекта, но они начинали лечение на первой линии. И потом время беспрогрессирования заходило далеко за 1-1,5 года наблюдения. То есть не надо ориентироваться на выраженность эффекта, надо ориентироваться на правильный выбор тактики лечения. И если показан мутационный статус, у вас в руках есть таргетный препарат, назначайте его, и ваши ожидания оправдаются в большинстве случаев. Ну, безусловно, таргетная терапия не является панацеей, и вылечить таргетными препаратами не удастся. В каком-то случае наступит прогрессирование, и надо отдать должное предыдущему оратору. Он очень тщательно останавливался на этом вопросе, и в вопросе ребиопсии мы активно её используем, потому что считаем, что слепой переход на другой таргетный препарат либо отход от возможности использования таргетной терапии на стандартную цитоксическую терапию на сегодняшних условиях не совсем оправдан. Дело в том, что результаты ребиопсии показывают уникальные возможности выбора дальнейшей тактики лечения. И может быть, это ингибиторы АЛК 2-го, 3-го поколения при развитии вторичных мутаций. А посмотрите, вот 9%, практически у каждого 10-го оказывается, может появиться мутация ИДЖФР. А что проще? Да, мы заканчиваем лечение антиАЛК препаратами, переходим на ингибиторы тирозинкиназа, и целый год имеем возможность очень чётко контролировать заболевание. Потом, возможно, разовьётся следующая мутация, допустим, для ИДЖФР это будет мутация Т790М, для которой уже тоже есть ингибитор тирозинкиназа 3-го поколения. И таким образом в перспективе может реализоваться задача не победить болезнь, а перевести её в хроническое состояние, что, собственно, на сегодняшний день кажется более честным и адекватным, чем попытка полного излечения. Ну, что ещё можно сказать о прогрессировании? Если вы зарегистрировали прогрессирование на части кризотенибе, не торопитесь его отменять, потому что эффект вспышки никто не отменял. И этот случай очень наглядно демонстрирует такое происшествие, когда при прогрессировании по лёгким и появлении метастазов в печени пациенту отменили кризотениб и выбирали новую линию терапии. И вот через 25 дней, когда, в общем-то, готовы были уже предложить новый вариант лечения, вы посмотрите, какая выраженная отрицательная динамика. В конечном итоге этот пациент так и не получил вторую линию терапии и погиб. То есть не надо бросаться в омут с головой, надо нормально разобраться, возможно, получить повторную биопсию, точно понять, на какой вид лечения вы нацелены. И после этого только отменять этот препарат, это будет более выгодно для пациента однозначно. Я вот хотел предоставить ещё одно наше клиническое наблюдение. Это наша коллега, доктор, который начинал лечение со стадии Т3.0.0 ещё в 2010 году, когда была выявлена аденокарцинома лёгкого, проведена радикальная операция без дополнительного лечения. Время без прогрессирования составило 3 года. И через 3 года происходит рецидив болезни, появление метастазов лимфоцитов, застения, кости. И, собственно, в 2010 году, признаться, мы о транслокации ЛК слышали, но активно ею не занимались. А в 2013 году это уже была зона нашего пристального интереса. Мы обратились к блокам послеоперационному. Как это водится у коллег, блоки из-под анатомии исчезли. Мы остались без материала для тестирования, а смогли верифицировать только рецидив с помощью тонкоигольной биопсии, причём, к сожалению, малым количеством материала, который не позволил уточнить мутационный статус. Провели пациентке 4 курса химиотерапии с учётом гистогенеза в опухоли в виде пиометриседа с цисплатином. И, в общем-то, действительно получили достаточно выраженный эффект. Посмотрите, это подтверждает. Но дело в том, что к 4 курсу мы столкнулись с непереносимой токсичностью. И, не имея в руках других вариантов, пошли на крайние меры попытку проведения циторедуктивной операции с получением достаточного морфологического материала. И вот по нему-то как раз мы и получили заключение о наличии транслокации АЛК, что и предопределило дальнейший ход событий. И это изменения, которые остались после операции, это и средостенные лимфоузлы, были метастазы в костях. И вот через определённое время при проведении контрольной позитронно-эмиссионной томографии был зарегистрирован полный эффект. И надо сказать, что этот эффект держался 16 месяцев. Фактически, это была для нас первая линия без прекращения терапии. Она даже получилась несколько интегрированной. Мы, возможно, выбили клон клеток, который не нёс транслокацию АЛК, сразу нас начали кризотениб. И вот такая концепция позволила подойти к результату 16 месяцев времени без прогрессирования. После чего как раз реализовались метастазы в головной мозг. И мы, учитывая те стандарты, которые существуют на сегодняшний день, пошли по пути не отмены кризотениба. Мы его оставили. Мы провели общее облучение головного мозга. Вот с таким выраженным эффектом. И в настоящее время, это ПЭТ-исследование нашего последнего, буквально накануне отъезда сюда, сохраняется полный эффект. И пациентка получает кризотениб уже более двух лет. Вот такие уникальные наблюдения. Хотя, может быть, и не очень уникальные. Просто с большим набором опыта они станут для нас более такими приемлемыми. Но надо сказать, что это исследование показало целесообразность назначения таргетной терапии в случае, если у пациента выявляется транслокация ЛК. Вот пациенты, которые носители транслокации ЛК получали кризотениб, двухлетняя выживаемость составила 55%. Если не получали, всего лишь 12. Цифры, видите, сами несопоставимы. То есть, всё-таки, по-видимому, каждому пациенту с транслокацией ЛК надо пытаться изыскивать возможность назначать таргетную терапию. И последнее, это наша перспектива, которая реализуется, по-видимому, в сентябре этого года. Будет получена регистрация на использование кризотениба при наличии транслокации РОС-1. Это ближайший родственник ЛК-транслокации. И результаты лечения кризотенибом в частности этой группы пациентов столь же впечатляющие. Но и слайд говорит сам за себя. К сожалению, транслокация РОС-1 встречается реже в 1-2% случаев, поэтому число наблюдений не такое большое. Но, к слову сказать, в онкологическом центре сейчас проходит лечение 5 пациентов с выраженным эффектом. И по тем данным литературы, которые нам доступны, время сохранения эффекта исчисляется более чем 1,5 года. То есть эффективность кризотениба даже выше. И этот пациент, обратите внимание, в 88 лет, у которого после серии наших попыток проведения стандартной химиотерапии, мы определяли только транслокацию АЛК и ГФР-мутацию, которые не были выявлены, которые являются условными стандартами для России. Мы все-таки пошли на более расширенную панель обследования, и была выявлена транслокация РОС-1. Причем мы начали терапию кризотенибом не в полной дозе, потому что была у пациента достаточно выраженная сопутствующая патология. Мы боялись именно кардиальной патологии, что и случилось. У пациента резко стал нарастать интервал КУТ, что привело к брадикардии, и пациент был на грани гибели. Но понимая, что других альтернатив для лечения у этого пациента нет, мы пошли по пути контакта с нашими кардиологами. Ему был установлен кардиостимулятор, и после этого мы вернулись к назначению терапии в полной дозе, что позволило получить вот такие результаты. Это наличие подмышленных метастазов, которые перестали определяться через два месяца лечения, первичная опухоль и картина общая по телу, которая была и которая была достигнута. К сегодняшнему дню этот 88-летний пациент получает лечение уже более 14 месяцев, и прогнозируемое время продолжения лечения еще не менее полугода. В заключение, вот слайд тех успехов, которые достигнуты за последнее время. И вы видите, что пациенты без геномных нарушений или даже с геномными нарушениями, получающие только цитотоксическую терапию, при современных подходах адекватной сопроводительной терапии могут надеяться на медиану общей выживаемости около двух лет. В то время как назначение таргетной терапии позволяет перейти рубеж уже более трех с половиной лет, что было недостижимо еще совсем недавно. Благодарю за внимание.